МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. ЭПИД-режим один для всех. Межведомственная комиссия проверила соблюдение противоэпидемических правил на объектах торговли и сферы услуг. Вот у вас клиенты без маски сейчас находятся. Полиция сейчас на них может составить материалы. У вас никаких опознавательных знаков на двери нет. Как нужно организовать работу? Средства защиты бесплатно. В Заречном прошла первая акция по раздаче горожанам одноразовых масок. Люди берут с удовольствием, благодарят, говорят, что спасибо и хорошо, что есть такая акция. Виртуальное прощание со школой. Для выпускников из городов присутствия госкорпорации «Росатом» прозвенел онлайн последний звонок. С любовью со школой «Росатома» вместе со всей страной. Пожалуйста, последний звонок для вас. Будьте счастливы. И теперь об этих и других новостях подробнее. Объекты сферы услуг попали под пристальное внимание чиновников и правоохранителей. Приостановка их деятельности прекращена, но при этом всем предписано строго соблюдать целый ряд противоэпидемических правил. Насколько безопасно посещение салонов красоты, парикмахерских и некоторых других объектов сферы услуг и торговли, проверили в ходе межведомственного рейда сотрудники городской администрации, управления гражданской защитой, МЧС и полиции. Вот у вас клиенты без маски сейчас находятся. Вот полиция сейчас на них может составить материалы. У вас никаких опознавательных знаков на двери нет. Как нужно организовать работу. Носить маски обязательно в общественном транспорте, при посещении учреждений и организаций, а также в общественных местах. Такой режим на территории Пензенской области действует с 18 мая. И несмотря на то, что эти правила касаются каждого, на дверях торговых центров, магазинов, пунктов общепита и объектов сферы услуг непременно должны быть напоминания о ношении масок. Специальная межведомственная комиссия проверила, как зареченские предприниматели соблюдают требования режима повышенной готовности. В первую очередь участники рейда проинспектировали салоны красоты и парикмахерские. Есть ли санитайзер на входе, то есть обязательно необходимо при посещении данного места продезинфицировать руки. Кроме этого, необходимо обратить внимание на то, как выглядит сам мастер. То есть он должен быть обязательно в маске, в перчатках, желательно и в халате специальном. К работе не должны допускаться сотрудники с признаками ОРВИ, а также те, кто входит в группу риска. Также в помещении необходимо создать условия для соблюдения социальной дистанции. Должна соблюдаться обязательно дистанция между посетителями данного салона. И тоже, что немаловажно, посещение салонов сейчас возможно только по записи. Все это делается для того, чтобы обезопасить клиентов и сотрудников салонов красоты, замедлить распространение коронавирусной инфекции. При обнаружении нарушений горожанам необходимо сообщать в полицию. Ко всем, кто не соблюдает требования режима повышенной готовности, применяется административная ответственность. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Около 200 одноразовых защитных масок раздали зареченские волонтеры в ходе первого этапа акции по распространению средств индивидуальной защиты. Напомню, что во время последней прямой линии губернатор Иван Белозерцев отметил, что при поддержке предпринимательского сообщества в регионе закуплено больше 30 тысяч масок. Полторы тысячи переданы волонтерскому центру «Заречного». Маски будут раздавать горожанам в течение недели в местах наибольшего скопления людей. Первый этап акции прошел в минувшие выходные. Спасибо большое. В «Заречном» посетителям торговых центров бесплатно раздавали медицинские одноразовые маски. В течение только одного выходного дня около 200 зареченцев получили от волонтеров средства индивидуальной защиты. «В целях безопасности для самих людей и окружающих. Люди берут с удовольствием, благодарят, говорят, что спасибо. И хорошо, что есть такая акция, которая позволяет им безопасить себя и окружающих». Защитные маски выдавались в первую очередь тем, кто не имел при себе необходимых средств индивидуальной защиты. Супруги Нина и Геннадий Огольцовы считают, что такая акция необходима прежде всего, чтобы побудить людей носить маски и защитить таким образом себя от коронавирусной инфекции. Мы давно ждали. Мы завидуем. В Москве вот раздают бесплатно. А мы как бы вот мы обделены этим. Потому что не всегда есть возможность даже купить ее в аптеке, а так продают очень дорого. Конечно, я полностью согласен. Всего в Заречном планируется бесплатно раздать около тысячи защитных масок. Именно такое количество средств индивидуальной защиты было передано в городской волонтерский центр по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8 946 до 353 427, сообщается на официальном портале Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России. Число скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом составило 92, за все время 3633 человека. Также за сутки после коронавируса выписаны почти 5,5 тысяч человек. Общее число выздоровевших достигло 118 798. В Пензенской области прирост заболевших за сутки составил 94 случая. Общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 в нашем регионе достигло 1803, уточняется на официальном сайте Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России. Среди пациентов шестеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет. Возраст остальных заболевших от 18 до 90 лет, сообщает официальный портал областного правительства. Новые случаи заболевания выявлены в 12 районах области, а также в Пензе и Кузнецке. За истекшие сутки по выздоровлению было выписано 16 пациентов. Общее число вылеченных за весь период – 1255. Также за сутки было зафиксировано два летальных случая. За весь период в регионе умерли 15 человек с коронавирусом. В Заречном, по данным эпидемиологов Межрегионального управления номер 59 ФМБР России, за последние сутки новых случаев заражения коронавирусом выявлено не было. Однако за минувшие выходные подтверждения получены в отношении 10 жителей города. Таким образом, по состоянию на 25 мая общее число зарегистрированных больных с COVID-19 составило 76 человек. Выздоровели по состоянию на вечер 24 мая 43 пациента. Под медицинским наблюдением находится 258 зареченцев. Снято с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции – 704 человека. Для 11-ти классников из городов присутствия госкорпорации «Росатом» прозвенел последний звонок. Впервые за всю историю этот грустный праздник прощания со школы прошел не в привычной форме, с цветами, напутствиями учителей, торжественными собраниями в учебных заведениях, а в виртуальном пространстве. На специальной онлайн-платформе проекта «Школа Росатома» выпускников поздравляли и общались с ними популярные певцы, которых выбрали сами школьники. Завершилось празднование традиционно – громким звонком колокольчика. Но не в традиционной обстановке школьного двора, а в колонках и наушниках компьютеров и смартфонов выпускников. Всем огромный привет! С вами на связи последний звонок 2020 организованной школой «Росатома», конечно, вместе с командой «Моспродюсера». «Последний звонок онлайн». В условиях самоизоляции и дистанционного обучения госкорпорация «Росатом» в таком формате решила устроить праздник окончания учебного года для выпускников в рамках проекта «Школа Росатома». Ведущим прямого эфира стал участник «Фабрики звезд» и экс-солист группы «Бист» Дмитрий Бигбаев. Прямой эфир «Последнего звонка» прошел на специально созданной интернет-платформе в формате живого общения, к которому в режиме реального времени подключались популярные исполнители. Гостями праздника были звезды современной эстрады, которых выбрали выпускники путем голосования на сайте. Мия Бойко, Глеб Калюжный, Мальбек и Сюзанна ответили на вопросы зрителей и модератора праздника, а также подарили свое творчество выпускникам. Моя любовь – это рай, песни кучер забирай, прилетай как замурай и меня завоевай. Я хочу поэмм-дэмси, с тобой флекс, я хочу поэмм-дэмси. Я хочу поэмм-дэмси, с тобой флекс, я хочу поэмм-дэмси. Прямая трансляция длилась в течение двух с половиной часов. Завершился праздник обращением руководителя проекта «Школа Росатома» Натальи Шурочковой. Наверное, никогда, как сейчас, вы не скучаете по своим одноклассникам, у которых тоже нет рядом. Но это пройдет, вы обязательно сможете их обнять. Вы никогда так не были близки со своими родителями, с которыми вы провели это время. Любите их тоже и будьте им благодарны, пожалуйста. И сегодня для вас, когда вы уже большие, совсем большие, впереди много-много всего хорошего. Пожалуйста, любите и цените людей, которые рядом. С любовью, со «Школой Росатома», вместе со всей страной, пожалуйста, последний звонок для вас. Будьте счастливы. Губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в понедельник 25 мая поручил организовать горячие линии по вопросам проведения единого государственного экзамена, сообщает пресс-служба главы региона. В этом году в Пензенской области ЕГЭ будут сдавать 5777 выпускников, которые поступают в ВУЗы. Экзамены пройдут с 29 июня по 20 июля. Предусмотрены резервные дни сдачи ЕГЭ и вторая волна вступительных испытаний. В ВУЗах документы начнут принимать в августе, уточняется, на официальном портале областного правительства. О последних новостях из сферы дошкольного и школьного образования в интервью нашему корреспонденту рассказала начальник департамента образования Заречного Елена Аникина. Смотрите интервью сразу после рекламы, а пока о других событиях. Школа материнства перешла в онлайн. В условиях опасности распространения коронавируса, чтобы не подвергать риску будущих мам, зареченские специалисты проводят для них групповые занятия и индивидуальные консультации в дистанционном режиме. Женщины, ожидающие малыша, могут получить необходимую информацию об особенностях эмоционального состояния в период беременности, пройти курс подготовки к родам, обратиться за психологической помощью и поддержкой. Причем это не просто лекции, а полноценное интерактивное общение со специалистом в режиме вопрос-ответ. Чтобы принять участие в занятиях или получить консультацию психолога, нужно на официальном сайте медсанчасти номер 59 зайти в рубрику «Психологическая подготовка к родам» и следовать размещенные там инструкции. Найти инстаграм и найти ссылку на группу в Вайбере, где она может написать свое желание, например, участвовать в группе по подготовке к родам. Соответственно, как это сделать, то есть какая информация должна быть ей там написана, там все тоже указано. Я принимаю эту заявку на участие в группе по подготовке к родам и сообщаю женщине начало занятия, то есть дату и время. И на платформе приложения Zoom мы встречаемся онлайн два или три раза в неделю. Если же у нее просто вопрос относительно, например, социальных пособий, ей отвечает специалист по социальной работе. Если же у нее проблемы именно психологического характера, то также она может консультацию получить на платформе Zoom. Или если ей достаточно, я отвечу ей в Инстаграм или вот в группе в Вайбере. Мы можем даже провести личную онлайн-консультацию на той же платформе Zoom. Вы будете меня видеть, я вас, мы друг друга будем и видеть, и слышать, и все ваши проблемы мы разберем. В Пензенской области внедрен сервис онлайн-заявок на выплату пособия кормящим матерям. На региональном портале государственных и муниципальных услуг заработала интерактивная форма подачи заявления, сообщает официальный портал областного правительства. Во время ежемесячного планового посещения участкового педиатра врач в электронном формате фиксирует факт грудного вскармливания ребенка. В момент подачи заявления на получение пособия через региональный портал госуслуг, информация о факте грудного вскармливания автоматически сверяется с записью, произведенной педиатром. Женщине необходимо заполнить только данные счета для перечисления денежных средств. Остальная информация будет заполнена автоматически, рассказал начальник управления цифрового развития информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин. Раньше, чтобы получить пособие, необходимо было получить справку в детской поликлинике и лично обратиться в МФЦ или в орган социальной защиты. Для оформления пособия в электронном виде женщина должна ежемесячно посещать участкового педиатра для подтверждения факта грудного вскармливания, иметь регистрацию по месту жительства в Пензенской области и иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных и муниципальных услуг. Размер пособия составляет 580 рублей в месяц. Войсковая часть 3473 отметила день своего образования. 62 года назад было сформировано специальное подразделение внутренних войск для охраны особо важного государственного объекта, Пензенского приборостроительного завода и города при нем. Соответствующий приказ был подписан 24 мая 1958 года. Первые часовые были выставлены на посты 17 декабря 1958 года и с тех пор военнослужащие войсковой части 3473 выполняют важнейшие государственные задачи по охране стратегического объекта. Обычно в этот день проходят торжественные собрания в части, концерты в учреждения культуры, на которых отмечают лучших военнослужащих. И этот день рождения подразделения необычный. Он проходит в дистанционном режиме при поддержке Дворца культуры «Современник». Весь день 25 мая в официальных аккаунтах учреждения культуры в социальных сетях выкладываются посты об истории войсковой части, о людях, которые служили и служат здесь, о творческой жизни подразделения. Отдельной рубрикой стали поздравления детей военнослужащих. Дорогой мой папа, поздравляю тебя с днем воинской части. Желаю тебе крепкого-крепкого здоровья и успехов в работе. Дорогой папа, поздравляю тебя с днем воинской части. Я хочу пожелать тебе в этот день здоровья и счастья, быть достойным защитником своей Родины. Запрет на массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом не позволил провести торжественную церемонию награждения победителей 13-го городского смотра конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать». Однако награды все же были вручены. Представители оргкомитета конкурса нашли возможность передать дипломы и призы детским садам, школам, предприятиям и организациям, чьи команды отличились в патриотическом смотре конкурсе. Делегация Дворца культуры «Современник» отправилась в объезд по предприятиям и организациям Заречного. У сотрудников учреждения культуры важная задача – награждение победителей и призеров 13-го городского смотра конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать». Ученики школы номер 225 заняли третье место. В военно-патриотической подготовке в общеобразовательной организации уделяют особое внимание. Каждый год новые ученики участвуют в этом конкурсе, новые старшеклассники и новые команды начальной школы входят в общешкольную команду, и каждый раз подготовка начинается сначала. Однако стабильность высоких результатов зависит от того, что в школе сформирована система работы с детьми, которые в первую очередь позволяют выявить тех детей, которым интересно участие в конкурсе, которые претендуют на участие в команде. Программа испытаний завершилась в марте, но провести традиционную церемонию награждения в торжественной обстановке не получилось из-за ограничительных мероприятий. Чтобы призы все-таки нашли своих обладателей, представители оргкомитета решили провести награждение адресно. 13-й городской смотр-конкурс «Есть такая профессия. Родину защищать» в этом году был посвящен юбилею победы в Великой Отечественной войне. Программа испытаний включала интеллектуальные и творческие задания, смотр строя и песни, проверку физической подготовки, конкурс на лучшую литературно-музыкальную композицию. В этом году за победу боролись 34 команды, беспрецедентное количество участников. Многие сборные выступали на конкурсе впервые. Сборная команда «Автотранс КБУ», команда «Комитет по физкультуре и спорту», Департамент культуры и молодежной политики, также волонтеры Русской Православной Церкви и команды администрации города. Конкурс прошел по четырем номинациям. «Орлята учится летать», «Мы – будущее России», «Юный патриот Отечества» и «К защите Родины готов». В итоге победителями в своих номинациях стали команды детского сада номер 13, школ номер 221 и 226 и сборные сотрудников специального управления Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России и Департамента образования. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». В Совете Федерации предлагают ввести в новом кодексе об административных правонарушениях России ответственность за несвоевременную или некачественную уборку подъездов и дворов. Такая инициатива содержится в предложениях Комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях. Как пояснил Ирия Новости, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, сенаторы предлагают закрепить в новом КОАП наиболее распространенные составы административных правонарушений в сфере благоустройства территорий. В их числе нарушение правил содержания территории общего пользования, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка, несвоевременная или некачественная уборка таких мест, а также нарушение режима выкашивания сорной самосемной травянистой растительности. Также предлагается наказывать за повреждение зеленых насаждений, в том числе причинение вреда кроне, стволу, ветвям, древесно-кустарниковых растений, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, нарушение целостности, живого надпочинного покрова, загрязнение зеленых насаждений вредными веществами. Как отметила Рукавишникова, все эти составы административных правонарушений предложены регионами и актуальны практически для всех. В проекте нового КОАП этих составов правонарушений не было, хотя они чрезвычайно важны, в первую очередь для реального повышения уровня жизненного комфорта. Они направлены на соблюдение чистоты и порядка на детских и спортивных площадках, на тротуарах и в общественных пространствах, во дворах частных и многоквартирных домов, сказала она. Сенатор подчеркнула, что принципиально важно наделить полномочиями по администрированию этих правонарушений региональные органы власти и местного самоуправления, которые реально могут оперативно выявлять и пресекать нарушения. Как работают детские сады и школы? Когда будут экзамены и состоятся ли выпускные? Последние новости в интервью начальника городского департамента образования Елены Аникиной сразу после рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Детки, которые бесплатно ходят в детский сад. Перечень этих категорий обозначен 65-й статьей закон о образовании. Каждый малыш, который бесплатно посещает детский сад, относится к этой категории. В сегодняшнем режиме функционирования дежурных групп данных ребятишек решено было поддержать. Они получат набор сухого питания. И объем этого набора будет рассчитываться в соотношении, если малыш посещал дежурную группу, значит количество дней посещения будет вычтено. Если он сидел дома, ну как правило, это малыши с ослабленным здоровьем. Они у нас находились дома в период действия особого режима. Поэтому они получат набор. Родителям обращаться никуда не нужно. На сегодняшний момент мы получили решение собрания представителей. Будет издано постановление администрации города. И после этого будет определено время, когда мы пригласим родителей в детский сад для того, чтобы они получили этот набор сухого питания. На сегодняшний момент это единовременная мера поддержки. Поэтому мы сейчас определимся с графиком получения и до дальнейших распоряжений будем ожидать. Елена Васильевна, в каких детских садах в настоящее время работают дежурные группы? Сколько дошкольников их посещают? На сегодняшний день у нас открыты практически все детские сады. Где-то по две группы практически в каждом детском саде. Всего на сегодняшний день 217 малышей в садах. Когда детские сады начнут работу в обычном режиме? Мы все понимаем, что для этого должно произойти. Мы все должны быть спокойны, что нам больше ничего не угрожает, а тем более не угрожает нашим малышам. Поэтому детские сады будут функционировать в режиме дежурных групп ровно столько, сколько будет действовать особый порядок на территории Пенецкой области. Школьники продолжают учиться в дистанционном режиме. Определена ли дата завершения учебного года? Мы завершаем все с вами учебный год, с чем я поздравляю родителей. Неизвестно, кто больше устал, дети или родители. Учебный год у нас заканчивается 30 мая. Классные руководители в рабочем порядке сообщат родителям, когда необходимо будет сдать учебники. Мы продолжаем действовать так, как действуем обычно. Сегодня у нас идут последние звонки российского движения школьников. Последний звонок со школой Росатома. 29 мая мы будем вместе со всей областью еще раз звонить, уже окончательно в последний звонок нашим выпускникам. 30 мая заканчивается учебный год в режиме дистанционного обучения. Обязательные государственные экзамены для девятиклассников отменены. Некоторые ребята покинут стены школ, выбрав дальнейшее обучение в колледжах. Есть ли решение по проведению выпускных вечеров для девятиклассников? И будут ли в образовательных организациях проводить торжественные церемонии вручения аттестатов? Никакого выпускного не будет. Аттестаты будут вручены по графику, дети будут приглашены. Только после того, как мы получим документы, как в сегодняшнем положении дела без экзаменов, мы обязаны заполнить аттестат. У нас пока этих документов нет. Если выпускных у девятиклассников не будет, то могут ли родители организовать хотя бы фотосессии? Общие фотографии на память уже стали традицией. Каждый из нас, ответственный родитель, законный представитель своего ребенка понимает, что коллективные собрания в сегодняшнем положении вещей исключены. Поэтому придется подождать лучших времен, собраться для коллективного фотографирования. Я думаю, что нам с вами представится еще не одна возможность, чтобы фотографироваться. Когда начнутся единые государственные экзамены у одиннадцатиклассников? Есть ли информация по организации праздничных вечеров для выпускников образовательных учреждений? По одиннадцатиклассникам определены сроки проведения единого государственного экзамена. Начинаем мы с 29 июня. И экзаменационная сессия у нас продлится до 20 июля. График уже в свободном доступе есть. Его можно найти в интернете. Дети будут сдавать те экзамены, которые они выбрали, включая русский язык, потому что он многим необходим для поступления. Обязательная сдача базовой математики для тех, кто не сдает профиль, она отменена. То есть дети будут сдавать только экзамены по выбору. С выпускными не понимаем. Мы вообще всегда очень осторожно говорим о выпускном до тех пор, пока экзамены не сдали. Поэтому сдадим экзамен, а там посмотрим. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи на канале «Заречный». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»